Сладкая роль жертвы. Я такая хорошая, я такая классная, но мир такой жестокий, он меня не понимает и не любит. Одиночество — это никогда мало друзей, о состоянии дыши, тогда как от него избавиться? Вы нарисовали для себя такую красивую картинку одиночества. То есть я уже сразу могу по этому высказыванию сказать вам, какие у вас убеждения, потому что это высказывание является убеждением и предсказать вам ваше будущее и настоящее. На самом деле поведение человека диктуется его эмоциями, что он чувствует, эмоции диктуются мыслями, что он думает, а вот мысли происходят из убеждений. Вот такие вот фразы, вот такие вот цитаты, какие-то шаблоны, которые вы взяли из интернета или где-то еще, составляют ваши убеждения. И это убеждение приведет вас сначала к мыслям, потом к эмоциям, потом к поведению. И когда вы говорите «одиночество – это никогда мало друзей из состояния души», то есть вы для себя определили, что у меня такая особенная душа, которая просто одинокая. И по этому выражению я вижу, что вам нравится чувствовать себя одинокой, чувствовать себя, знаете, такой, есть такая сладкая роль жертвы. Я такая хорошая, я такая классная, но мир такой жестокий, он меня не понимает и не любит. Вот эти все люди, они такие грубые, они все такие нечувствительные, они все такие какие-то непонимающие дураки. И даже вот Александр Шахов, психолог, он тоже не понимает меня сейчас. Милая моя, могу вам сказать, одиночество – это состояние отсутствия, отсутствие, ну, одиночество – это всегда состояние эгоизма. Понимаете? То есть четко, эгоисты всегда одиноки. Эгоисты в душе всегда одиноки. Они могут быть окружены кучей людей, но они всегда одиноки. И эгоизм – это такое проявление такого внутреннего замкнутости на себе. Чтобы дружить с другими людьми, нужно вкладываться эмоционально. У вас может быть много друзей, но вы можете думать, что они вас не понимают, что вы такие, то есть, негативно смотрите на них, думаете, а что, ну, какие-то они такие средненькие или такие что-то… То есть смотрите негативно на мир, смотрите негативно на других людей. И так как вы их обесцениваете, то вы не чувствуете, что вы их достойны, или они вас достойны. Я бы вам порекомендовал книжку Дейла Карнеги «Как заводить друзей». Несмотря на то, что в интернете кто-то где-то ляпнул однажды, неизвестный человек, что Дейл Карнеги закончил жизнь самоубийством, и его книжки не стоит читать, это полная чушь. Прекрасные книги одного из уважаемых, авторитетных, позитивных психологов, который действительно дал в своих книгах хорошие советы о том, как перестать беспокоиться, начать жить, о том, как заводить друзей. И прочитайте его книгу, и вы поймете, что дружба – это вклад. Что нужно выходить из зоны комфорта, и что нужно эмоционально вкладываться в других людей, в отношения. И когда вы будете вкладываться, энергия потечет. Одиночество – это застой вашей души, когда вы не вкладываете в других, а вы сидите и страдаете. Одиночество – это всегда состояние жалеть себя, пожалеть себя. Что такое жалость к себе? Это такой извращенный способ себя любить. Мы все нуждаемся в любви, нуждаемся во внимании, но для того, чтобы нас любили другие люди, мы должны их любить. Иными словами, если я хочу, чтобы меня жена любила, я должен вкладываться в нее, правильно? То есть вы же не верите в эти сказки всякие, что есть бескорыстная любовь. Милая моя, никакой бескорыстной любви не существует. Есть материнский инстинкт, когда женщина любит ребенка, и это все, что касается бескорыстия. Это инстинкт. Любовь всегда – это два потока – отдавать и принимать. Всегда. Любовь – это всегда дашь на дашь. Всегда. Без иллюзий, милые мои, без иллюзий. Вы скажете, ну что же, это материально? Нет. Любовь – это, бизнес – это отношения по поводу материальных ценностей. Любовь – это отношения по поводу нематериальных ценностей. Такие как уважение, забота, внимание. То есть, чтобы меня жена любила, я должен вкладывать в нее заботу, внимание, должен приносить деньги, должен поздравлять ее с днем рождения, выслушивать ее эмоции. Я должен ее обнимать, спрашивать, что тебе хочется, проводить вместе время с ней, понимаете? Чтобы я ожидал, чтобы она обо мне заботилась, спрашивала, что со мной происходит, чтобы со мной проводила время, давала то, что мне нравится, готовила мне вкусную еду, я должен вкладывать в нее. С чего начать? Начните вкладывать сначала в другого человека, и тогда он будет вкладывать в вас, тогда вы будете чувствовать любовь. Но эгоист не хочет вкладывать. Эгоист – это ребенок, который хочет, чтобы его все любили, а он в ответ – нет. Чтобы он был таким, сам по себе, я хороший. То есть, ребенок, он думает, я же такой классный, я же родился, любите меня все, да? Это детская любовь, детское представление. Если вы во взрослом отношении, если вы стали уже 30-летней или 40-летней женщиной и думаете до сих пор, что женщину нужно просто любить, она никому ничего не должна, поздравляю вас, милая моя чебурашка. Сказка закончилась. Чтобы вас в этом мире любили, любого человека, чтобы он хочет, чтобы его любили, нужно вкладываться в других. Нужно любить, и тогда вы ожидаете, что вы будете любимы в ответ. Любовь – это всегда два потока. Отдавать и принимать любовь. Эгоист не хочет вкладываться. Эгоист, маленький ребенок, эгоистичный, он не хочет, он хочет, чтобы его любили. Но так как он не хочет вкладывать в других, и он только требует любовь, ожидает ее, что его будут любить, о нем будут заботиться, то вокруг не находится никого, кто будет так за бесплатно его как бы просто любить. Есть люди, которые находятся, которые говорят, ты потерялся, котеночек, давай я тебе приглашаю, но какое-то время, так как другой человек вкладывается в вас, а вы ему в ответ ничего не отдаете, что ему нужно, что ему, не отдаете ему то, что вам нужно, а то, что ему нужно. Потому что если я дружу с собакой, я ее кормлю костями, понимаете? То есть, опять же, тот же Дейл Корнеги говорил, когда, я лично люблю клубнику со сливками, но когда я иду на рыбалку, я беру червей. То есть, нужно понимать, что если вы с кем-то сотрудничаете, если вы с кем-то строите отношения, то нужно ему давать то, что ему нужно ему, а не то, что нравится вам. И так как любви у эгоиста нет, то надо же как-то себя любить. Единственный способ любить себя остается только один. Знаете, какой? Жанность. Я же такой хороший человек. Но почему со мной никто не дружит? Но почему меня не любят? Я вот, меня же должны любить. Я же такой родился. И мне этот мир уже должен. Мне, да, меня должен Бог любить бескорыстно. Вот. И он же просто так всех любит. Вот. Не нужно выполнять даже заповеди Божьи. Надо просто жить как хочу, и меня уже должны любить. Мне должны любить мужчины. Меня мама должна любить просто так. Вот. А меня никто не любит. Они такие, они такие все мерзкие, противные. Я себя чувствую одинокой. Хватит, Нэть. Иди, сделай усилия. Иди, послужи кому-то. Просто, если ты хочешь, чтобы тебя бескорыстно любили, иди кого-то бескорыстно полюби. Просто иди за больными ухаживай. Сделай что-то доброе. Пожертвуй другому человеку деньги и не требуй ничего взамен. Не требуй ни похвалы, ни рукоплесканий. Это практика духовная, религиозная. Есть такая духовная практика. Хочешь бескорыстной любви? Иди люби. Начни с себя. Все очень просто. Милые мои, одиночество очень легко лечится. Вообще, просто одиночество, депрессия, страдания, жалость себе элементарно легко лечится. Знаете как? Идете волонтером в дом престарелых или ухаживаете за тяжелобольными людьми, ваше одиночество как рукой снимет. Просто. Я вас уверяю, стопроцентная гарантия. Стопроцентная. Просто идите и заботитесь о тех, кому хуже. вы почувствуете, что вы не одиноки. Больше того, помогая другим людям, вы будете видеть их благодарность и вы будете их принимать ее. И вы будете чувствовать, что вас любят за то, что вы делаете. Мы всегда любим других людей за то, что они делают. Только за то, что они делают. Есть, я знаю, что много противников у меня есть. Есть бескорыстная любовь, мы должны любить. Мужик не будет зарабатывать, не будет за вами заниматься сексом, не будет говорить вам хороших слов, не будет вам, не будет поздравлять вас с днем рождения, будет забывать про ваши дни рождения, будет забирать ваши деньги. Будете бескорыстно его любить? Что с вашей бескорыстной любовью будет? Вот это и ответ. Так что не надо больше мне лапшу на уши вешать по поводу бескорыстной любви. Все, кто хочет понять, что такое любовь, почитайте Эриха Фрома «Искусство любить». Я всем рекомендую эту книжку. Она может быть не такая простая, но она очень глубокая. И вы очень много поймете о том, как правильно и как любить по-здоровому. Что такое здоровая любовь? Не инфантильная, сказочная, которую вы видите по телевизору, а настоящая здоровая любовь эмоционально зрелых людей, которая приносит удовлетворение. И вот она надежная. Именно ее мы ищем. Поэтому хватит жаловаться. Если у вас есть друзья, начните дружить с ними. То есть друзья – это не просто кто числится друзьями, с кем вы вместе на день рождения выпиваете бутылку шампанского. Нет. Друзья – это тем, кому вы помогаете вы. То есть чтобы с вами дружили, надо быть другом. Это важная фраза для меня в свое время она мне поразила на меня глубокое впечатление. Я вдруг понял. Чтобы со мной дружили, мне нужно быть другом. То есть мне нужно вкладываться в это. Оказывается, такая штука. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!